Девушки отдыхают 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 А, понюхайте Маша у нее впервые улыбнулась в руках Да Это много значит и для нее и для нас Привет, бабуль Привет Привет Так, аппетит не перебивай Скоро будем ужинать А я не голодный После тренировки Не сочиняй Кстати Марина вкусные котлеты приготовила Ты их любишь? Я люблю только мамины А то, что готовит эта Мариночка Невкусно и противно Может хватит, а? Марина станет скоро Женой твоего отца И нам надо учиться жить в мире А я не хочу учиться этому И вообще я здесь жить не хочу Куда ты денешься? Любовь Ивановна, Машенька спит? Я вам готова помочь Не надо, детка Я сама Отдыхай Маленький ребенок много сил отнимает Вы знаете, нет Прибавляет Правда Для меня ведь Эта неделя рядом с Машенькой Настоящий подарок судьбы Я уже очень давно не чувствовала себя так В семье Как когда-то с родителями Неужели замужем было так тяжко? Нет, не тяжко Просто как-то холодно О, привет Привет Как обещал Спасибо за помощь А Нашел таки свою беглянку Да Причем очень вовремя А Мои поздравления А ты что Надоел деньги охранять Решил их вкладывать? Да куда уж нам Нашему банку Нашему банку Предлагают Инвестировать В строительство Экспериментального Жилого комплекса Шеф поручил пробить Я пробил Солидная фирма Из Дании Пять лет на рынке Недвижимости Более того Они объявили конкурс На лучший проект Этого самого Жилого комплекса Среди наших Отечественных Архитекторов Вот такие дела Да Я возьму Можно? Да пожалуйста Спасибо тебе еще раз Андрюш, ты заходи почаще Добрый вечер Добрый вечер Как вы? Все хорошо Любовь Ивановна с Машенькой Они читают книжки Знаете, Андрей Маша так слушает внимательно Она все понимает Она выздоравливает Правда Это все благодаря вам Нет, конечно Это благодаря вашей любви Вашей вере бесконечной И вашей преданности своей дочке Лена, я хотел вам Кое-что показать Вот, посмотрите Это датская компания Она объявила конкурс На лучшие архитектурные решения Это же Это коттеджный поселок Андрей Вы не представляете Я когда-то просто мечтала Заняться таким проектом И сделать его Не просто Современным Стильным А Ну Очень комфортным Простым Но при этом Продуманным до мелочей Так может быть Вам стоит принять участие? Нет Это невозможно Вы не представляете Что Что вы мне предлагаете Почему? Потому что Я не могу Конкурировать С крупным бюро И потому что Архитектура требует Внутренней гармонии А у меня А у меня А у меня с этим проблемы С некоторых пор Лена, послушайте Вы не правы Ведь если чего-то очень сильно захотеть И поверить И поверить в это так Как будто иного варианта нет То это обязательно сбудется Мне ведь тоже говорили, что Маша никогда не станет здоровым ребенком Не нужно заниматься самообманом Что лучше врачи не в состоянии ничего сделать А ты в одиночку хочешь победить болезнь Но ведь я ее, кажется, победил Да Ну что Как прошла твоя встреча с Корзином? Он готов нам помочь? Готов Причем с большим удовольствием За двадцать пять тысяч евро Во как Люди меняются А ведь только благодаря твоему отцу Он стал тем, кем есть сейчас Этот Валерка Ну да ладно Если выиграем датский конкурс Деньги вернутся В пятикратном размере Ты номер счету не взял? Нет Он хочет наличие Дим, подожди Что? Ты сына совсем забросил Мальчик где-то пропадает целыми днями Я боюсь, что он связался с дурной компанией Ну поговори с ним Пыталась Отказывается, наотрез Мам, не накручивай ни меня, ни себя Сашка целыми днями пропадает на тренировке С друзьями гуляет лето Услышь меня Он реже старается быть дома Из-за Марины Не говори ерунды Очень красиво Спасибо Значит, вы все-таки решили принять участие в конкурсе? Мне просто стало очень стыдно перед вами и перед Машей Вы такие герои, а я тут со своими пафосными речами о гармонии и все такое Меньше всего мне хотелось вызвать у вас такие чувства и эмоции Но я рад результату И желаю вам победить Дальчане своим конкурсом такой переполох среди архитекторов устроили, впервые вижу Потому что впервые будет строиться по сути мини-город со своей инфраструктурой И компания, которая выиграет конкурс, будет обеспечена солидным финансированием на долгое время Я надеюсь, твой корзунов стоит двадцать пять тысяч евро Мари, ты как? Тош, мне это все время Ну иди посиди с нами Давай ты выпьешь ромашкового чая Мне помогало, когда я Димой беременна была Так Так, это мой? Курзуну Да, Валерий Павлович, добрый вечер Уже? Я? Слушайте, вы просто гений Проект готов Завтра на ужин, может, удастся уговорить его снизить цену Да, да, Валерий Павлович, да, я вас понял Слушайте, мне вот здесь мама говорит, что передает вам привет и приглашает завтра на ужин Заодно и деньги сможете забрать Можете, отлично, тогда мы вас ждем Все, все, доброго Мам, вторая тарелка уже Может, хватит уже? Этот вопрос ты мне задаешь с самого детства Сначала ходишь за мной, просяшь, чтоб я испекла торт с орешками А когда дело доходит до чистки, может, хватит уже? Кстати, я не поняла, какой праздник у нас намечается? Лена что, уже победила в конкурсе? Пока нет, но завтра комиссия объявит, кто вышел в финал Мой, ты так уверен в положительном результате завтра, что сегодня я уже должна печь торт Да, мам, Лена очень талантливая Она прямо засияла работой над этим проектом Как же я был прав, что привез ее сюда Согласна, сынок Ты знаешь, с тех пор, как Лена появилась в нашем доме И малышка чувствует себя намного лучше Улыбается, даже вставает пробует А сегодня мне показалось Что Машенька Лене мама сказала Может, это неспроста? Может быть Любовь Ивановна, торт потрясающий, я ничего вкуснее не ела, правда? Спасибо, Андрюша этот торт очень любят Но пеку его только по особенно торжественным случаям Вот как сегодня, например Нет, сегодня еще не торжественный случай Я еще не победила, и вообще там в финале такие конкуренты Лена, не скромничайте Вы там единственная, кто не представляет крупное архитектурное бюро Так что есть чем гордиться и что праздновать Угу Ладно, я, наверное, пойду уложу Машуню Мне уже спать пора Я сама Точно? Да Это все-таки, как-никак, твой праздник Машунька, идем ко мне, моя девочка горожая Ты, моя роднулочка, скажи пока Пока Пойдем, моя девочка золотая Лен, я… Есть кто живой? У-у-у Привет, Андрюш А я вначале поехала в нашу городскую квартиру Звонила, звонила в дверь, а там никто не открывает А потом решила прыгнуть в машину и рвануть сюда Нам нужно с тобой поговорить наедине Я пойду к Машинке, прошу? Хорошо Давай поговорим Андрюша Прости меня, пожалуйста Я тебя очень сильно люблю Я просто была какой-то безмозглой дурой Я думала, я могу без тебя, а у меня не получается Слышишь? Я тебя очень сильно люблю, Андрюша Ксюша, прекрати Прекрати этот разговор, я не знаю почему Ты сделала свой опыт Оставила меня и дочку Причем в тот самый момент Когда я и Маша очень нуждались тебе Ты просто сбежала Да, я сбежала Я иначе просто сошла бы с ума Ты сам слышала, что врачи сказали Ребенок обречет Ребенок? Не дочка, а какой-то абстрактный ребенок Ты извини, я оговорилась Знаешь, а твои врачи ошиблись Правда? Маша уже идет на поправку и даже можно сказать слово «мама» Только не тебе Я А кому? Вот этой вот, да? Которая только что тебя сидела и пожрала здесь глазами? Уходи И больше никогда сюда не приезжай Тебя больше нет в нашей с Машей жизни Ты еще пожалеешь Андрюша Да, конечно, Валерий Павлович, я все понимаю Ну, жаль, конечно, мама столько вкусностей не готовила Ну, съедим, конечно Да, до завтра Ну, я так понимаю, он не придет Нет, ты сказал, машина сломалась, ждет авакуатор Или врет? Нет, к чему это, Иго? Если он решил денег заработать Ну, что теперь? Обещал завтра утром в бюро прийти Пойду, воздухом подышу Привет Есть охота Ну, так садись А это мне на мороженое, да? Нет, это не тебе Так, ладно, давайте, давайте ужинать Давайте, зови Марину Уснула? Да, я… Андрей, я надеюсь, вы помните Послезавтра в десять у вас плановый осмотр у доктора Да, конечно, помню Только это будет послезавтра Да, а сегодня я должна сказать вам спасибо Вам и Маше, вы мне очень помогли Вот так Интересное начало Это не начало, это конец, мне пора Что значит конец? Лена, что случилось? У вас красивая жена, и она вас любит Ясно Ну, во-первых, она моя бывшая жена А во-вторых, чего вы решили, что она меня любит? Окно было открыто, я слышала Ну, если вы все слышали, почему тогда уходите? Потому что Машеньке нужна мама Родная мама, и она у нее есть Не важно, почему она ушла, важно, что она хочет вернуться к вам обоим Мне пора, правда Подождите Пожалуйста, прости меня Нет, 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 не пущу, не пущу Никуда и никогда А есть ты, и есть твоя жена, и ваша дочь Не говорите глупости, пожалуйста Выслушай меня Моя бывшая жена предала нас с дочкой в самый трудный момент И я вычеркнул ее из нашей с Машей жизни И не только потому, что она сбежала А потому, что появилась ты И я тебя люблю Очень люблю Доброе утро Привет Доброе Саша, сядь позавтракай Ты не голодна Я на тренировку Я провожу тебя Ты доел? Да, спасибо Дима Деньги для Кожаного у тебя? У шкафа в гостиной У них там нет Ну, мам, еще раз посмотри Ну, пойдем, посмотрим вместе Если я их сейчас увижу Мам, открывай И что? Подожди Ты подумай А может быть ты куда-нибудь переложил? Мам, у меня из головы пока все в порядке Я никуда не перекладываю А что случилось? Да деньги для Кожаного пропали Ну, как пропали? В доме же никого кроме нас не было Хотя Что? Да нет Говори Да Саша ночью вставала, я слышу Дима 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 Дима, ты не горячись, ладно? О, я в женскую консультацию Дима, надо Сашу дождаться Он, наверное, все объяснит Вдруг беда случилась Какая беда, мама Хватит его выгораживать все время Дима Дима, подожди, Дима Принесла? Держи Все верно Вот расписка Спасибо Лицо попроще сделай, ты ничем не лучше меня Счастливо, подруга Не хочу тебя больше не видеть Не слышать А что здесь вообще произошло? Торнадо? Землетрясение? Тебе смешно? Да не особо Тут убирать полдня, я вообще играть хочу Вот эти вот деньги были в твоем рюкзаке Какие? Какие деньги? Вот эти деньги Я вообще не понимаю, о чем ты Понимаешь, я тебе сейчас объясню Дело в том, что мой сын вор Как они оказались здесь? Где оставшиеся двадцать тысяч? Да я их не брал, я не знаю вообще о чем Ты речь знаешь? Да не вру я, я ж не ты Телефон сюда, быстро Телефон сюда Быстро телефон Пока не скажешь, где оставшиеся двадцать тысяч ниском ты не выйдешь, понял? Так странно Что? Я думала, что люблю Дмитрия Думала, что это навсегда Когда родился Сашка Мне казалось, что все в моей жизни уже состоялось И это была совсем не любовь А что? Не знаю, что угодно Какая-то гордость за то, что самый крутой парень на курсе выбрал меня Или благодарность его отцу за то, что меня поддержал Или просто безумное желание во что бы то ни стало иметь семью На что угодно, только не любовь Теперь я это точно знаю Откуда? Отверблю Отверблю, да Я люблю тебя И мне страшно подумать, что Что мы могли не встретиться От судьбы не убежишь Она нас три раза уже сводила И пока мы б бестолковые не поняли это Корзунов решил продать проект другому бюро Как? А ты что, с ним не договорилась? Нет Ей стоило только заикнуться, что мы можем отдать деньги завтра И он заявил, что мы вводим его за нос Он психанул и бросил трубку Неблагодарная свинья А зачем он так поступил? Потому что он заелся Он забыл, кто его в люди вывел Я не о Корзунов немам, я о Сашке В нашем доме вор Дим Ну почему мы вдруг решили, что это сделал именно Саша? А кто? Часть денег мы нашли в его рюкзаке А вдруг деньги подбросили? Мама, кроме нас никого в доме не было Разве ты не понимаешь, на кого намекает твоя мама? На кого? Она считает, что деньги взяла я И я этого не говорила Я просто хотела, чтобы… Дурдом какой-то Дурдом Саша, завтракать Вот паршивец Да-да Здравствуйте, можно зайти? Привет, да, конечно Моя мама лечится у вас Присаживайся Так, для начала скажи, как тебя зовут? Александр Соколовский, мне мама дала записку с ее адресом, но там живут другие жильцы, вы не поможете мне ее найти? Игорь, доброе утро! Игорь, доброе утро! Я не брала эти дурацкие деньги, ну поверь мне, пожалуйста Саша, я тебе верю, но папе все равно надо позвонить, он же волнуется Мы выйдем, ладно? Иди-иди-иди-иди Иди-иди-иди-иди Очень смелый, бесстрашный и благородный. Мам, Саша, ну смотри, у Андрея тяжело болела дочь. Мужчины часто отворачиваются от таких детей, оставляя женщин один на один с болезнью, а Андрей наоборот. Он не опускал руки и до последнего борется с болезнью малышки. И меня он спас. Когда все от меня отвернулись, он меня спас. Это я виноват. Прости меня. Саша, ты ни в чем не виноват. Ни в чем. Я тебя понимаю. Я очень хочу, чтобы мы больше никогда не расставались. Сынок, ну так случилось, что Андрей, он теперь моя семья. Он и его дочь, и его мама. Мам, а я... А ты? Ты навсегда, Сашка. Ты мое сердце. Саша, поехали домой. Так, сюда. Ага. Ты молодчинка. Хватай. Я сейчас. Ага. Так, Вань, поговорим. Какая штучка. Давай поговорим. Нам не о чем с тобой разговаривать. Ты свое дело сделала, воспитала вора. Я ничего не брал! Сколько раз можно повторять? Саша, спокойно. Дим, я не хочу с тобой спорить, но давай попробуем услышать нашего ребенка. Попробуем понять, с кем он хочет жить, и будем уважать его выбор. А я хочу понять, на что ему понадобились двадцать тысяч евро. Может, ты ему сказала их украсть? Ты в своем уме. И наговаривай на маму! Так, все, не надо вмешиваться в наши семейные дела. Это мои семейные дела. Лена выходит за меня замуж. А значит, Вере с Сашей моя семья, и я буду защищать его, как собственного сына. Саша, поехали. Я буду жить с мамой. Суд будет на моей стороне. Ну, что, давай знакомиться. Андрей. Саша. Очень приятно. Мне тоже. А вот и мы с хорошими новостями. Наша Маша начинает догонять в развитии сверстников. Маша? Да. Дочку Андрея зовут Маша. Так это же классно. А ты будешь самым лучшим старшим братом. Дима, мы ее пообедать хотим. Может, пойдешь с нами? Дима, мы ее пообедать хотим. Может, пойдешь с нами? Сейчас для Марины, для своей дочки, ты — главная поддержка и опора. И поэтому ты должен… Нет, ты просто обязан верить в то, что все будет хорошо. Какой-ка, черт, то хорошо, Валик. У Милана подтвердился диагноз. У нее лейкоз. У моей месячной дочки лейкоз. И шансов практически нет. Ни я, ни мама, ни Марина, мы не можем быть донорами костного мозга. А Саша? Что с Сашей, Сашей? Сашей у Лены, я с ней не общаюсь. Так, послушай, приятель, речь идет о жизни твоего ребенка. И ради спасения ребенка ты должен собраться. Не пить. Валик, иди к черту. Все такие правильные, честные, благородные. Порядочные. Вот вы мне уже где все. Вот. Дим, Дим, погоди. Дим, да погоди ты, ну. Лена. – Привет. – Привет. Пройдемся. Ты красно выглядишь. Я счастлива просто, Дим. Ну да. Лихо ты всех обставила на датском конкурсе. Можно сказать, пришла с улицы и победила. Давай по существу. Меня дома ждут. Что ты хотел? Моей дочери – ликоз. Моей дочери. Да ей всего месяц. Диагноз подтвердили. Мелане нужна присадка костного мозга. Ни я, ни Марина, ни мама не подходим в качестве доноров. Я хочу попросить тебя о донорстве Саши. Если он, конечно, подойдет. Дима, я искренне тебе сочувствую. Это горе. Мне бы очень хотелось тебе помочь, но я должна узнать насколько это безопасно для Саши. Понимаешь? Да, конечно. Я, конечно, буду выглядеть бессердечной дрянью. Но я откажу Дмитрию. Малышку жалко очень. Но, как выяснилось, процедура эта весьма болезненная и небезопасная. Лен, при чем тут бессердечка? Тебе в первую очередь нужно думать о здоровье своего сына. Тем более, что девочке можно помочь, обратившись в Международный банк костного мозга. Да, но поиск донора может затянуться. А у малышки, я так понимаю, совсем немного времени. Я уже поговорил с Игорем, чтоб он ускорил процесс. Мам, я хочу помочь сестренке. Ведь я ее старший брат. А ты говорила, что старшие братья должны помогать младшим. Саша, нет. Я категорически против. Я хочу стать донором. Я так решил. Я отвезу тебя завтра в больницу, чтобы сдать анализ. Где Дима? За коньяком. Пошел в магазин. Страус от страха голодом в песок прячет. И ваш сын коньяком заливается. Каждый справляется со своей бедой, как может. Что поделать, не подходит Саша на роли донора. Но у нас надежда есть на Международный банк костного мозга. Это долго. Это очень долго. Моя девочка может не дождаться. Ну, а что ты предлагаешь? Давайте найдем дочку. Дима и Лен. Если она, конечно, жива. Да ты с ума сошла. Почему? Ну, они же сестры. Я читала. Одна пара родила ребенка, чтобы спасти старшего сына. Тогда Дима правду узнает. Ну и пусть. Да ты сама б меня шантажировала, что расскажешь правду. Ты во все виновата. Это из-за вашей халатности, моей внучке, такие проблемы. Вы даже не удосужились проверить аппаратуру. И подача кислорода была почти прекращена. Ведь Машенька родилась здоровой. Просто недоношенной. Это вы! Успокойтесь. Хватит. Не хватит. Вы из здорового ребенка сделали инвалида. Вам улицы нельзя мести. Не то, что детей лечить. Что вы от меня хотите? Хотите подавать в суд, подавайте! Вы все равно ничего не докажете. Я не буду с вами судиться. Ребенка это не излечит. Так что вам нужно? Я не хочу, чтобы жизнь моего сына превратилась в кошмар. Из-за ребенка инвалида. Откажитесь от девочки. Плохой совет. Ни мой сын, ни моя невестка не пойдут на это. Что я могу для вас сделать? Я знаю, что сегодня в вашем отделении умерла девочка. Да у нее мать-алкоголичка. Третьи роды. Ребенок недоношенный. Который вскоре умирает. И что? Поменяйте детей. Доченька, вы понимаете, что вы говорите? И о чем, Марин, должны мне рассказать? Тут-то я смотрю, мама воспалывала к тебе любовью. Ну? То? Ваша дочь с Еленой жива. Просто из-за врачебной ошибки она стала неполноценной. Наталья Олеговна сговорилась с Савицкой поменять детей. Вашу дочь отдали в Акоголичке. Дети-инвалиды. В таких случаях обычное явление. А ее девочку похоронили, как Машу Соколовскую. Это правда? Правда. Я советовалась, консультировалась со специалистами. Они все единодушно утверждали, что 90 процентов ребенок будет вести в рекордативное существование. Понимаешь? Я боролась за твою жизнь. За твое счастье. Наконец. А ты откуда эту узнал? Моя подруга работает в отделении недоношенных детей. Она подслушала разговор с Савицкой. Петенька. Петенька, прости меня. Прости, прости, пожалуйста. Прости, что я тебе сегодня рассказала прости. Я боялась тебя потерять. Петенька заставила меня посмотреть на ситуацию по-другому. Давай, давай, Марья, возьмем бегу над этой девочкой, пожалуйста, давай мы ее дотерем. Давай. Ой, Витя, ты что? Ты не понимаешь? Я не дочь твоя нужна. Ей нужен ее костный мозг. Да, да! Он мне нужен! Почему Оважь должен жить, а моя дочка нет? Оважь должен жить, а моя дочка нет? Нет? Ну, может быть, смысл существования этой девочки в том, чтобы спасти нашу Миланочку? Замолчи. Замолчи, ты вообще не имеешь права об этом говорить. А ты как могла. Ты же видела, в каком состоянии находилась, Лена? Дима, Дима, я же спасала тебя. Я же не хотела, чтоб твоя жизнь превратилась в ад. Мама, ты что надела? Летит пикирующий бомбардировщик. Залетает в ангар. Маш, ну ты не будешь, что ли? Ты, ну, это же вкусно. Может, ты водички хочешь? Летит Боинг, садится на посадку. Что-то вы, господа пилоты, расточительное топливо расходуете. Маш, ну все-таки ты покушаешь. Маш, ну это же Ева. Лена! Давай еще раз. Нужно срочно звонить Дмитрию. Игорь через банк костного мозга нашел нужного донора для Миланы. Андрюша. Спасибо тебе. Классный у тебя батя. Ну так что, будем кушать? Ну, раз ты не хочешь, то я тогда сам съем. Дима, ты когда последний раз разговаривал с Леной, ты сказал ей, что Маша не умерла? Нет. Почему? Зачем ковырять старую рону? Потом мы не знаем, жива ли она сейчас. Даже если жива, то найти ее нереально. Она жива. Ее удочерила семейная пара. Вот адрес. Я не пойду. Дмитрий Шемякин. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Андрей Шемякин. Да? А вы? Я бабушка, родная Маши. И мне хотелось бы… Что вам надо? У Маши другая семья. Андрей, я вас прошу, вы успокойтесь. И, пожалуйста, выслушайте меня. У меня в мыслях нет ничего дурного. И ни я, ни мой сын, мы ни на что не претендуем. Просто мне хотелось бы повидать Машу перед отъездом. Завтра я и моя невестка, мы в Германию уезжаем. Моей внучке, второй внучке. Предстоит сложная операция. И я хотела… Послушайте. Андрюша. Наталья Олеговна. Лена. Здравствуйте. А что вы здесь делаете? Леночка, здравствуй. Маша. Вы знакомы? Наталья Олеговна моя. Свекровь бывшая. Свекровь? Свекровь. Нет. Этого не может быть. А что случилось? Наша Маша — твоя дочь. Родная дочь. Дело в том, что мы с Ксюшей удочерили Машу. Привет, бабуль. Маша и Саша. Привет. Как-то тут оказалось? Хочу сказать, ты очень вырос. Привет, мой хороший. Ну, как вам здесь? Сравится? Очень красиво. А как вам вот этот дом? Крутой. Классный? Он наш. В смысле? Как? Каким образом? Это мой гонорар. Ты его сама придумала? Да. Наша мама не только этот дом спроектировала, но и весь поселок. И называется он Мария. Да? Да. Да. Давай.